Это твоя дата рождения. 2 января. Что я могу сказать о тебе? Ну, собственно, ты это знаешь. Умный, слабое и сильное – это слово. То есть ты можешь промолчать там, где нужно сказать. Или сказать там, где не надо. Но, собственно, ты в этом и убедился. Вот последний твой случай, который, собственно, ты сам и заснял. Не будем о нём, да? Идём дальше. Итак, это слово у тебя разрушительно. Девятка. Разрушение. Поэтому эти слова ты ими владеешь, ты корректируешь, ты управляешь. Это знаешь, как горячая или холодная вода. Ты смешиваешь, ты делаешь больше, меньше. Слово, выпущенное из тебя, зависит конкретно только от тебя. Это внутренний твой мир. А теперь пошли на физику. То есть то, что ты проживаешь среди людей. Ну, судя по первым цифрам, был женат. Видимо, недолго. Дальше. Вот твой код. Иногда по коду можно определить профессию. Но суть, ты понимаешь, ты смотришь в людей как бы насквозь. И вот сейчас просматривая, а как же ты проживаешь на физике среди людей? Вот это вот. Что ты получаешь от людей? Что они дают? И что происходит у тебя? Ты не дурак, как я уже сказала. Уровень рождения у тебя. А вот проживая среди людей, чаще всего ты видишь в них плохое. Ты задумываешься. Ты как рентген смотришь насквозь человек. Когда долго общаешься, ты видишь какие-то мелочи, которые человек сам себе и не знает. Но есть одно новое. Ты накапливаешь это в себе. Знаешь, как? Накапливаешь, накапливаешь. А потом выплёвываешь. При случае. Вот тут ещё раз. Лучше бы молчал. Потому что получается, что люди тебя растражают. Ты видишь недостатки, ты видишь минусы, слабости. Это ничего хорошего не приносит. Вот это вот накопление всего того, что, собственно, отражается в тебе, вот этим миром людей. Оно для тебя плохо. Не надо вглядываться в людей. А что же надо тебе, чтобы прожить идеально? Вот твоя пентаграмма. Ещё раз. Слишком много ума. И одновременно разрушительных качеств. И всё это через слово. А что же нужно? Нужно чётко о себе, за себя. Отталкиваясь исключительно от себя. И исключительно о себе. Говорить. Вот это я хочу. Вот так, вот этак, в таком-то виде. Неважно, что это. Отношения, блюда. Первое, второе, третье, одежда. Вот буквально всё. Отношения, в которых ты вот это приемлишь, а это нет. Но ты говоришь-то сразу, чётко и спокойно. То есть тебе нужно чётко говорить, когда или нет. Не зависеть ни от чужих денег, ни от чужих желаний. А чётко говорить о себе, за себя. А что тогда будет происходить? А тогда чётко всё, что нужно тебе, будет реализовываться у тебя. С твоего желания, с твоего позволения. А то, чего тебе не нужно, будет отплывать в сторону. То есть тебе нельзя, чтобы на тебя влияло чужое мнение, чужое настроение. Чтобы тобой играли, чтобы тобой повелевали. Это ничего хорошего не даст. А так ты будешь выстраивать сам свою жизнь. Не вглядываясь в людей. Не надо в них вглядываться. Понимаешь, ты как живописец. Вот ты видишь мир. Ты его можешь нарисовать. Но не нужно чувствовать каждую мелочь, каждую деталь. Мир и состоит из плюсов, из минусов. Но вот это чужое, чуждое. Не нужно впускать в себя. Жить этим, накапливать, а потом поливаться. Ты отравляешь себя тем, что ты думаешь. То, как ты воспринимаешь других. Не надо этого делать. Профессия. Ты знаешь, ты неплохой криминалист. Человек, который умеет исследовать. Докопаться до истины. Вот, собственно, кратко о тебе всё.